Всем привет! И сегодня мы с вами разберем, на мой взгляд, очень полезное выражение, которое звучит в английском языке, как «it takes me». Петя, может быть, ты знаешь, как переводится это выражение «it takes me»? Нет. Даже предположение. Ну хорошо, тогда скажу я. Это выражение переводится как «мне требуется». Когда мы говорим про какой-то период времени, мне необходимо, мне это требуется, либо просто на это, например, требуется, либо мне требуется, тебе требуется, ему и так далее. Давайте сразу посмотрим варианты, что же у нас может быть. Например, «it takes me 10 minutes to make up». Мне требуется 10 минут, чтобы накраситься. «It takes you one hour to get to work». Требуется один час, чтобы доехать до работы. Обратите внимание, большинство людей хотят сказать «to go to work». Но «go» – это направление куда-то, то есть пойти куда-то. Но именно «добраться», «доехать», «дойти» до какого-то места – это будет глагол «get». «It took him one day to read this book». Посмотрите, пожалуйста, повнимательнее. Здесь выражение у нас в прошедшем времени. «It took him». То есть ему потребовалось, вернее, им потребовалось один день to read this book. «And it will take a week to fix a house». «Понадобится неделя, чтобы отремонтировать дом». Как я и уже и сказала, что это выражение может использоваться в различных временах. Ну, как правило, времена группы simple, то есть настоящее простое, прошедшее простое и будущее простое. Соответственно, «it takes», «it took», «it will take». Вы видите схему перед собой. В первом случае, в первом столбике у нас, то, что я только что сказала, «it takes», «it took», «it will take». Затем мы говорим «кому» – «me», «you», «him», «her», «us» или «them». И действие. Действие мы ставим с частичкой «to», то есть в инфинитиве. «to do», например, «to get», «to prepare», «to finish» и так далее. Вот такая вот конструкция. В настоящее время мы обязательно ставим окончание «s», потому что подлежащим у нас является слово «it», то есть имение «it». Это понятно? Да. А синонимом выражения «it takes» является «i need», ну или «he need», или «we need», или «we need». Естественно, вы ставите глагол «me» в нужную форму, в прошедшем, в настоящее время с окончанием или без окончания «s». Но я призываю к тому, что нужно знать эту форму. «It takes me». Поэтому сейчас мы будем тренировать именно ее. Я думаю, что вы все знаете «i need», поэтому давайте сейчас концентрируемся на другом. Окей, Питер, change the sentences, то есть тебе нужно переделать предложение «i need» на нужную форму, которую мы только что с тобой взяли. «I need six months to learn French». «It takes me six months to learn French». «Six months». «Six months to learn French». «She needs three hours to clean the flat». «It takes her three hours to clean the flat». «Yes, right». «We needed one day to finish the presentation». «It took them one day». Нет, не «them». «They». «We needed something. It took them one hour to have lunch». «All right». «It will need two days to prepare for the exams». «It will take her two days to prepare for the exams». «Okay, that's right». «Is it clear, Питер?» «Yes». «Okay, then let go on with French». «Мне требуется 20 минут, чтобы добраться до магазина». «It takes me ten minutes to get to the shop». «Угу». «Или to a shop», или «to a store». «Да». «Я думаю, вы знаете слово «store». «Какое дело по магазину». «Ему потребовалось два часа, чтобы закончить работу». «It took him two hours to finish work». «His work». «To finish his work». «Your work». «Work». «Ему работу». «Ей потребуется три дня, чтобы написать статью». «It will take her three days to write the article». «Yes, or an article». «That's right». «Им нужно 30 минут, чтобы поужинать». «It takes them 30 minutes to have dinner». «Yes». «Мне нужно было 15 минут, чтобы прочитать этот текст». «It took me 15 minutes to read this text». «That's right». «Потребуется около часа, чтобы сделать покупки». «Потребуется около часа». «У нас нету кому, поэтому мы смело опускаем это самое «кому» и говорим в конструкцию без адресата». «It will take about an hour to do to…» «To do, yes, that's right. To do». «To do to покупки». «To do shopping». «To do shopping». «Это у нас удовольствие выражение «to shopping». «To go shopping». «To go shopping». «Прогуляться как бы по покупку, по магазинам». «Is it clear, Peter?» «Yes, it is clear». «Я надеюсь, вы будете активно использовать это выражение, потому что оно, поверьте мне, является очень востребованным и очень популярным. И вы можете его также слышать в фильмах, в разговоре иностранцев. Поэтому пользуйтесь на здоровье и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте и Facebook. И see you soon!» «Thank you». «Bye-bye». «Ну-к